Все. Привет, я Вадим Колоцей. Я сейчас буду отвечать на вопрос для канала Жеки Разумного. Как найти себя в музыке? Интересный вопрос. Когда слушаешь радио, что я делаю довольно нечасто, музыка довольно однообразная. Такое впечатление, что это одна длинная песня, написанная одним и тем же композитором и запакованная одним и тем же аранжировщиком. И я думаю, что для того, чтобы найти себя в музыке, нужно максимально абстрагироваться от каких-то штампов или стандартов. Подражать неплохо. В самом начале, когда ты что-то делаешь, когда пишешь, сочиняешь. Подражание – это хорошо. Но по мере роста нужно позволить своей личности, своему я, своему таланту просто высвободиться и не контролировать его. То есть не сравнивать с кем-то, а попытаться просто писать, не ориентируясь на какие-то образцы. И там будет проявляться настоящее твое лицо, уникальный продукт. Понимаешь, Бог никого не создавал одинаковыми, у каждого из нас разные глаза, разная улыбка, комплекция разная. То есть даже вопрос состоит не в том, чтобы найти себя в музыке, а вопрос в том, чтобы просто стать собой. И естественно, нужно пройти какой-то уровень. Я не говорю о том, что ничего не нужно, ты сядешь там за фортепиано, за инструментом, за компьютер, в программу и сразу у тебя лицо свое появится. Нет. Нет, должна быть обязательно база, должна быть естественное основание, должно быть что-то, что ты будешь использовать, какие-то выразительные приемы, какой-то набор фраз музыкальных, понимаешь, когда ты будешь пропускать через себя музыку и делать что-то, ты не сможешь повторить точь-в-точь, так как у парня, которого ты слушал, ты все равно будешь это преломлять. И просто нужно позволить этому литься через тебя, обращая внимание на то, что ты творишь и говорит, да, вот это ни на что не похоже, это мне нравится и держись этого. И я не скажу, что это простой процесс. Я когда-то в поисках своего лица сидел и записывал кассеты, тогда еще были кассеты, море кассет. У меня музыка туго получалась, вообще очень туго получалась музыка и как-то сложно мне было писать песни и я так просто чуть ли не головой бился об стенку и говорил, господи, ну дай мне этот талант, я понимал, вернее талант, что у меня есть, ну дай мне эту способность писать музыку, писать музыку классную. И это продолжалось долго, я исписал море кассет, море кассет одну, вторую и там мне говорили, вот это похоже на то, это похоже на это, это похоже на это. А потом однажды я написал несколько песен и один человек сказал, ты знаешь, мне нравится то, что ты пишешь, оно ни на что не похоже. А потом второй пришел и сказал, ты знаешь, я пришел к тебе и хочу у тебя заказать песню, потому что у тебя есть свое лицо. И для меня это было очень-очень приятно, я понял, что я где-то достиг того, чего просил, мне Бог мне помог достигнуть того, чего я у него просил. И с тех пор происходят разные вещи, то есть когда у тебя есть свое лицо, времена меняются, мода меняется, приходят разные стили. Это не значит, что не нужно прислушиваться или быть современным, но всегда есть искушение опять скатиться в какое-то там дешевое подражание и с целью заработать денег, чтобы написать такое, чтобы опять быть модным в теме. Но нужно сохранять свое лицо в любом случае. Его также сложно сохранить, как и вначале найти. Поэтому ищите, и вы найдете, стучите, и вам отворят. И потом, когда придут это забрать, просто не отдавайте. Всего хорошего. Пока.